Участники крестного хода Святая Русь завершили свое путешествие. Организовано оно Всероссийским Обществом Инвалидов. Посвятили свой поход 130-летию путешествия на восток цесаревича Николая Александровича. Паломники проследовали по тому же маршруту, по которому шел юный князь. Они встречались с людьми, проводили молебны, круглые столы. По словам участников входа, им было важно посетить храмы. О пути цесаревича узнали из дневника самого Николая Александровича, который паломникам подарил. Крестный ход Святая Русь уже на протяжении пяти лет идет с магаданской иконой Божьей Матери. Паломники рассказывают, что знали человека, которому Божья Матерь явилась. Александр Борисович, магаданец, вот он рассказывал, что по 79 году, 9 августа, он на работе, молодой еще человек, некрещеный, вдруг почувствовал, вот говорит, чувство у меня пришло такое покаянное, и вызвали ему скорую. Чуть в обморок не упал. Что-то влечет меня посмотреть на небо, я смотрю на небо и вижу Богородицу. Священнослужители объяснили магаданцу, что это было явление Божьей Матери с призывом к покаянию в грехах. После и была написана икона. Хранят ее в Покровском женском монастыре. Магаданская епархия совместно с обществом инвалидов проводит встречи на Пасху, Рождество и другие церковные праздники. Вместе читают молитвы, священнослужители рассказывают, что часто люди приходят к Богу после какой-либо трагедии. Духовные силы нужны для того, чтобы перебороть те обстоятельства жизни, на которых оказались инвалиды. Кто-то потерял руку, кто-то ногу, еще какие-либо увечья. Но когда человек обретает подлинный смысл жизни, обретает веру в Бога, то все эти проблемы, жизненные трудности преодолеваются намного легче. Все трудности в этом мире временны, ведь душа человека вечно, отметил отец Антоний. Участники крестного хода рассказывают, что их одна из целей – посетить как можно больше святых мест. Реализовали крестный ход с помощью благотворительности. Каждый желающий мог пожертвовать деньги на путешествие.